Девушки отдыхают Популярность социальных сетей растет с огромной скоростью Сотни гигабайт информации ежедневно поглощаются интернет-пользователями Человек словно губка впитывает в себя все, что ему поднесут Развлекательные блоги, фильмы, ролики Все это одна большая сеть для человечества Но и в этой сети, как и в жизни, обитают так называемые недоброжелатели Сегодня в выпуске Все тайны интернет-обидчиков Эти люди любят забирать у людей нервы, энергию Их психология, капканы и схемы посягательств У них есть комплекс, который они проецируют на других Последствия интернет-правли Как не стать жертвой психологического маньяка? Самая последняя стадия – это самоубийство Что делать, если над вами издеваются в сети? Фу, вот это, конечно, уродство, даже не знаю, как это исправить И в ответ ты слышишь – проститутка И чему был так шокирован Игорь Фрайкс? Пи***ц! Вы понимаете? Я перепугался так? Далее в нашем выпуске Интернет-буллинг растет с каждым днем Ненавистники буквально травят своих жертв в сети Да, конечно, было много хейтеров Поначалу я на них сильно обижался Тролли, или как их еще называют – мобберы Действуют анонимно Не давая жертве понять, от кого проистекает агрессивное действие Это такой феномен, с которым сталкивается, наверное, каждый пользователь социальных сетей и интернет Они существовали всегда в интернете, они этим и живут Последствия интернет-травли бывают весьма печальными И часто жертвам приходится обращаться за помощью к психологам Психологические проблемы, которые потом могут привести к проблемам здоровья на физическом плане Вплоть до депрессии, булимии И, наверное, самая последняя стадия – это самоубийство Очень часто люди заканчивают жизнь самоубийством Разобраться в сегодняшней теме нам помогут Постоянный гость канала – Артем Филимонов И хорошая подруга Игоря и Артема – Лиля Бойкова Которая на данный момент живет и обучается в Италии Именно Лиля совсем недавно стала жертвой интернет-тролля И поэтому она не понаслышке знает о данной проблеме в сети Меня на тот момент это очень сильно задело Ни один адекватный человек никогда не напишет ничего про твою внешность Если ты, конечно, у него не спрашиваешь Мы расскажем о психологических портретах обидчиков Болевые точки, по которым бьют моперы А также то, как стоит себя вести в дискуссии с ними Давай начнем с того, сталкивалась ли ты вообще с кибербуллингом Вот сейчас, в последнее время Ну, непосредственно в сети я сталкивалась, наверное, недавно Я очень часто сижу на разных научно-популярных аккаунтах Считаю разных блогеров Когда ты оставляешь какой-то комментарий к их постам На тебя сразу же налетают, я не знаю, какие-нибудь религиозные фанатики Которые говорят о том, что ты тупой, ты идиот Легко, мне кажется, человека зацепить Особенно очень ранимого Недавно я столкнулась с буллингом Одна девушка, блогер из Франции, из Парижа Она выложила очень интересный пост В котором рассказала о том, что Париж, как и любой крупный город европейский Очень страдает от засилия мигрантов и от грязи И грязь появляется от людей Разбрасывают там, я не знаю, свои вещи Выбрасывают не туда стаканчики и прочее И одна девушка написала, что это ужасно, неприятно ходить по Парижу Смотреть на этих грязных, ну, как она их назвала, них Смотреть на них И типа они мерзкие, противные Вообще должны оставаться в своей стране И они вообще недавно только с ветки слезли И я ей сказала, что вы-то сами тоже недавно слезли с ветки Где-нибудь сибирской, какой-нибудь сибирской ели Вот, на что она сказала, что типа ты тупая, учи историю, почитай Я родилась вообще-то в средней полосе России Где вот это не Сибирь Во-вторых, она сказала Я белый человек и я умнее, чем все остальные Когда ты начинаешь доказывать человеку, что интеллект И вообще какое-то развитие человека, его воспитание Не зависят от цвета кожи Когда у нее закончились аргументы Когда она поняла, что она проигрывает Она мне сказала Ты страшная и толстая И вообще никогда у тебя ничего не будет Потому что ты жирная Типа иди худей Вот, собственно, всегда, когда есть какой-то интеллектуальный спор И когда человек понимает, что он проигрывает Вместо того, чтобы согласиться Или просто, я не знаю, как-то культурно выйти из этого спора И сказать, окей, там каждый остается при своем мнении Человек начинает переходить на личности И говорить там, что ты там толстый и прочее Вот, но на этом девушка не остановилась Она мне еще два дня присылала мне в диет Мои фотографии в каком-то специальном приложении Она не поленилась отметить В каких местах я толстая И где мне что нужно подправить И присылала мне это Она мне прислала слова Жирное, страшное, стрёмное И то, у тебя не так, и все не так Но на самом деле я не понимаю, что ты вижу такими людьми Я не видела ни одного человека умного Который бы мог когда раскоплялись в сети Понятно, что это какие-то комплексы у человека Которые он пытается переложить на других Вот, и мне пришлось ее заблокировать Потому что, ну, это совсем какая-то неадекватная женщина была Вот, ну, да И иногда приходится сталкиваться с таким Под одним из постов про эволюцию Когда сказали, что ничего не доказано Ты приводишь человек в тысячу доказательств И в ответ ты слышишь Проститутка Ой, боже Да, научные споры, очень научные Лиль, смотри, опираясь на то, что ты сказала Когда хейтеры затрагивают самое ценное, что есть у человека Да, его внешность или то, что он не может исправить Может ли данный кибербуллинг нанести урон психическому здоровью жертвы? А там уже впоследствии на физическом плане Как ты считаешь? Безусловно Поэтому очень подвержены, наверное, подростки Дети от 12 до 16 лет Потому что у них очень Еще не сформирована психика Они еще не знают, как что функционирует в этом мире Самое легкое Это просто какое-то чувство неприятности Чувство нелюбви к себе Сказали, что она толстая Она садится на диету Там, не знаю, девочка, да, например? Анорексия Отчего она начинается? Вред может нанести и очень большой У меня есть одна знакомая Которую оскорбили в интернете И она села на очень жесткую диету Она похудела до 40 килограмм И до сих пор не может из этого выйти Потому что она не хочет быть толстой Но на самом деле Сейчас, кстати, очень многие европейские бренды Я не знаю, замечали вы или нет Они сейчас, значит, помимо того, что очень часто Берут на показы рекламу плюс сайт с моделей Они еще перестали фотошопить обычные модели И видно, что у любой, абсолютно любой девушки Есть целлюлит, растяжки Я не знаю, волосы, например, там где-нибудь на ноге И это абсолютно нормально Очень много именно девушек Не стандартной модельной внешности А вот именно естественной Естественной красоты На самом деле самое страшное Когда тебе говорят такие вещи Не вот обычные люди из интернета Которые, ну, понятно, может быть, нечем заняться Они такое говорят А, например, тренер, массажист Вот они же работают в этой сфере Было очень много историй В интернете тоже когда-нибудь тренер Говорил девушке Ты жирная, там не то Там мне не нравится Там надо похудеть Там надо потолстеть И как бы, ну, вот Я, например, такое не понимаю Потому что многие девушки воспринимают их Как авторитеты Мне кажется, что такие люди Которые работают вот именно В индустрии красоты Они не могут себе позволять Вообще такие высказывания Например, спросить У тебя, может быть, были какие-то Ну, определенные проблемы Заболевания в детстве Да, например А не говорить, что типа Вот это, конечно, уродство Даже не знаю, как это исправить Как ты считаешь Именно какая масса людей Занимается кибербуллингом Какие люди по характеру Как ты думаешь Закомплексованные, обиженные Которые, возможно, ничего не добились В этой жизни Возможно, они добились Но не того, чего хотели И начинают завидовать других Это люди, которые У которых очень низкая самооценка Которые пытаются ее поднять За счет других людей Ни один человек Который, в общем-то Ну, живет обычной жизнью У него все вроде как Более-менее нормально Его все устраивает Не станет заходить в интернет Искать каких-то людей И давить на их недостатки Которые, возможно, для них Это, в общем-то, и недостатки Ну и что, что у меня там Тонкие губы Ну нет Кто-то же зайдет И обязательно об этом напишет Пытаясь меня зацепить Перегрев Ну да, очень сильный Сейчас напиши, Лиля Ничего страшного Так Технический стоп Не, напиши, Лиля Приложение все Все пипец Напиши, Лиля А там сохранилось? Должен сохраниться Должен сохраниться Сейчас Ой Он же паленым пахнет Паленым? Угу Патрон Пиздец Он меня, кстати, до сих пор Отсчитывает время эфира Отсчитывает? То есть он идет, да? Потому что меня-то выкинуло Мы же даже не завершили Техника у нас Сегодня сопротивляется Вы понимаете? Я перепугался так Мы сейчас так испугались Потому что у меня перегрелся телефон И мы думали, что сейчас ничего не сохранится А мы целых 30 минут записывали Ну нет, все сохранилось, все хорошо Вот смотри Все мы так или иначе были вовлечены в кибербуллинг А были у тебя случаи, когда ты была третьим лицом То есть ты просто заступалась за человека, которого терроризировали Конкретно за какого-то определенного человека нет Потому что я вообще, в принципе, очень редко отвечаю на комментарии Ну, потому что у меня нету столько нервов Которые я готова потратить на обсуждение с какими-нибудь глупыми людьми Но вообще у меня была защита людей Значит, был какой-то парень в посте про расизм Вот, он написал, что типа Вот толерантность, это ужасно Теперь будем защищать прям всех подряд давайте И он что-то начал говорить про темнокожих Про выходцев из Африки Я сказала, что расизма нет Расизма не может быть, потому что не существует рас человеческих Потому что мы все один вид Ну, как бы, это все равно, что давайте теперь дискриминировать людей с зелеными глазами Будем их убивать, потому что не нравится нам они Очень глупо быть расистом в современном мире Тем более, это люди, которые диванные критики Которые вообще, в принципе, ничего не знают Ни в происхождении человека, ни о расах, ни о чем Ну, как бы, это настолько глупо И да, я начинала защищать, ну, вот эту вот, скажем, группу людей, да, темнокожих На что мне тоже говорили, что там Ты тупая, ты там проститутка Вот езжай в Африку, типа Будешь открывать свой рот, когда будешь жить в Африке Сама живешь там в Европе, где все построено белыми Вот как поедешь в Африку, тогда и будешь открывать рот Ну, это очень глупо, все равно все со стороны выглядит Нет, хорошо Так, ну и... Последний, да, у нас вопросик Как мы знаем, в уголовном кодексе есть статьи Где написано, что различные оскорбления Буллинг карается законом Вот, но нету статьи, которая бы говорила о том, что Если тебя в интернете оскорбляют И могут твоего обидчика завести по нему дело И написано, что данные ситуации идут как бы по общему Регламенту, если тебе есть угроза жизни или твоему здоровью, то да Это, в общем-то, уже причина для возбуждения дела А если это просто буллинг, который, возможно, наносит себе психологические травмы То этим заниматься в нашей стране никто не будет И правда, на сегодняшний день в российском законодательстве нет отдельной статьи за оскорбление в интернете Подобные дела регулируются общими нормами Как ты думаешь, должны ли быть так называемые поправки Чтобы внести статью о том, чтобы интернет Оскорбление, насилие каралось именно отдельной статьей? Безусловно, потому что у нас, насколько я знаю, в Уголовном кодексе Российской Федерации Есть статья за разжигание ненависти на основе религии На основе цвета кожи, на основе национальности, на основе традиций и прочего Если я, например, скажу, что ты толстая, это уже немножко другое Это уже не попадает под разжигание ненависти И в декабре 2019 года, недавно, ее убрали из Уголовного кодекса Российской Федерации Ее немножко переформулировали И теперь, если раньше за разжигание межнациональной ненависти вражды Человека должны были сажать в тюрьму до 5 лет Сейчас человек отделается штрафом до 200 тысяч рублей И то, что касается буллинга, когда вообще, в принципе, говорят, ты там страшная, ты там, не знаю, толстая, у тебя там то кривое, то косое Это, мне кажется, вообще не попадает ни под уголовный кодекс, ни под что в нашей стране И на самом деле это, не знаю, это ужасно Потому что у нас люди чувствуют полную свободу в интернете Вот, мне кажется, что у нас свобода слова работает немножко не в том направлении Разговор очень добротный получился, мне понравилось На этой ноте наш выпуск подходит к концу Лин, спасибо тебе большое, что ты второй раз нам уделила свое время Я надеюсь, это еще далеко не последний, когда ты только начал Да, спасибо тебе Спасибо вам Надеюсь, что когда-нибудь, когда откроют границы, мы снимем видео уже живую Да, я тоже очень хотел бы этого Конечно Это было бы намного проще Я думаю, что видео получилось хорошее Да, все, пойду я собирать ягоды На огород Как говорится, светские беседы хорошо, но огород не ждет Конечно, да Все, пока-пока Пока-пока Ну, Лиля говорит очень классные вещи И очень умные причем вещи А Игорь и Артем еще долго обсуждали сегодняшнюю тему Ну, видно, что человек много знает В этом котлее, то есть она постоянно На переходе она приводила до много таких научных примеров Потому что ее стезя, это вот эта эволюция как раз Конечно, и при том, что еще Лиля все равно на своей-то шкуре-то проживает некоторые моменты Хотя, если бы все такими были, то у нас не было бы тем для видео Ну, потому что всего этого просто бы не происходило в нашем мире Спасибо, что вы посмотрели данное видео Надеюсь, оно вам понравилось Если вам понравилось данное видео, то обязательно ставьте нам пальчики вверх Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на нас в социальных сетях На Лиле обязательно в инстаграме подписываемся Ну, а с вами была Лиля Бойкова Я Игорь Проикс И я Артем Филимонов И всем до новых встреч Все, пока-пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!